Итак, сегодня мы покупаем iPad, договорились с хозяином этого устройства сбросить настройки, вернуться к заводским, входим в основные, так, настройки, основные, и в самом низу, прокрутив, мы находим раздел сброс, выбираем, здесь есть много надписей, нас интересует вторая, сброс контента и настроек, соглашаемся с тем, что здесь пишется, то есть полностью сбрасываем контент и настройки. Так как сейчас в данном случае не потребовалось вводить какие-то пароли, то есть это говорит о том, что сам iPad, он не запаролен хозяином, не привязан к iCloud, не находится, где-то не включена функция поиска Apple устройства, то есть все идет хорошо, но сейчас мы подождем пока планшет полностью сбросит, сотрет все данные предыдущего хозяина, После того, как он полностью перезагрузится, по идее, не должно и следа остаться от предыдущего хозяина, то есть мы получим полноценно устройство таким, какое оно бывает при покупке из магазина, когда включаешь новый iPad, первая страница приветствия и дальше настраивается под пользователя или покупателя. Итак, очень важно, чтобы хозяин согласился, полностью сбросить все, да, и нужно выбрать место, где есть Wi-Fi, например, или иметь с собой телефон, смартфон, который раздает Wi-Fi, может быть iPhone. Это нужно, чтобы активировать впоследствии это устройство. Без интернета нам активировать его не получится. Итак, еще немного подождем. Вот, мы получили полный сброс, появилась страница приветствия. Здесь предлагается выбрать язык, выбираем русский язык. И дальше настраиваем iPad под себя. Так, мы выбираем язык, затем на следующей странице нам предлагается выбрать страну или регион. Так, прокрутим. Да. Так, выбираем Россия. Вот здесь. Сейчас на этом этапе нам нужно подключиться к интернету. Это может быть какая-то Wi-Fi-сеть, или даже со своего смартфона можно раздать Wi-Fi и подключиться. Вот, вводим пароль. Ждем. Сейчас iPad активируется. Если он заблокирован в iCloud, где-то украден, то сейчас должен появиться пароль. И без этого пароля мы не сможем активировать устройство и настроить его под себя. Но, в нашем случае этого не произошло. Устройство готово, это значит, что оно не заблокировано. Чистая. Так, его локации настройки вставим. Дальше идем настроить как новый iPad. Вот здесь предлагается создать Apple ID. Если мы первый раз, у нас еще нет Apple ID, то лучше пропустить этот шаг. И не создавать его сейчас. А сделать это впоследствии. Из магазина App Store. Так, соглашаемся. С правилами. Здесь тоже я рекомендую пропустить. Не создавать пароль. Приключения. Потому что бывает так, что, особенно те, кто первый раз покупает. Так, не. Диагностику не отправлять, это экономит батарею. И начинаем пользоваться. Так. Смотрим. На те, кто первый раз в жизни покупают себе вот устройство. И опять, если сразу какие-то пароли начинают вводить, потом забывают и мучаются. Поэтому лучше пока без паролей. Все. Всем успехов. Спасибо.